Если понадобятся активисты, то им всегда наши двери открыты. Мы не переживаем. Это наоборот наши активисты. Это наши друзья. Мне хотелось бы им поверить. Сегодняшние активисты станут действительно нашими друзьями. Потому что если есть конфликт между обществом и полицией, то его надо решать за другом столе. Короче, время 19.15. Подъехал к месту, о котором сняты были видео. Куда вызывали сотрудников полиции. И вот, короче, сейчас засниму. Вот то, что они наставили, уже опять снесли. И уже ни одна машина уже пролетела. Вот уже эти заборчики лежат просто распилованные. Не знаю, насколько будет вам видно. Но тут забор снесли. Это вчерашний участок. Сейчас его чуть лучше видно из-за того, что дождя нет, не отблескивает. Вон тут ни один человек машину разбил и побил. И заборы сносил. Вчера здесь ДТП было. Ребят, еду по улице Святогорская. Вроде бы ровная дорожка. Все не это. Опа! Это... Как так? Пацаны, чтобы вы понимали. Вот она, Святогорская. Понятно, машин нет. Вот она, у нас яма. Вот такая вот здоровенная. Которую на нас попал. Никаких, короче, ни ограничений. Вот тут какие-то работы еще происходят. Какой-то лентой они, короче, обтянули. Ну, ситуация в том, что, получается, короче, никаких ограничений, знаков, ничего нет. И в итоге, короче, на скорости, стандартной скорости 60, да, ты попадаешь в эту яму. И эта яма, на секундочку, практически на половину дороги. Вот так вот. И вот так вот мы ездим, едем, едем, едем. И мы понимаем, что нахера нам какие-то дорожные знаки, какие-то там еще там что-то. Ну, там мы просто берем, берем вот так вот, и работы мы проводим. Ну, это в ту сторону проехали, а в другую сторону, чтобы вы понимали, все попадают в эту яму. Даже вот она, веточка, веточка, которую, короче, просто люди сбивают. Просто сбивают, потому что они не видят. Они не видят просто никаких дорожных работ, ни тому подобное. Вот так вот, пацаны. Я даже сейчас засниму на тот ракурс, как люди просто попадают в эту яму. Чтоб не быть голосом. Смотрите. Видео. Либо тогда уже пишем заявление, либо не пишем. Мы, конечно, будем писать заявление. Да, заявление это в любом случае будем писать. Ну, а как так? Ну, никаких дорожных знаков, ничего. Ну, Молюскин должен понести ответственность. А как так? Ну, а как? А по безопасности дорожного движения? Не, я-то понимаю. А по поводу именно дорожных знаков? Да. Что делает эти ремонтные работы? Смотрите. Асфальт вводит или делает ямостный ремонт дороги. То Молюски виноват? Нет. Не Молюскин. Правильно. Он по безопасности дорожного движения. Причем здесь это. Вы путаете, понимаете? Не, почему? Причем... Конечно, я пишу. Да. Смотрите. Причем тут Молюскин? Объясню. Он начальник по безопасности дорожного движения, верно? Я это все прекрасно знаю. Да. Пишет заявление. А вот тут у нас есть безопасность? Я сам еще раз говорю. Это ж не он разрывал ремонт работы. Ремонтные дороги. А он должен был присутствовать при этом? Это не он это дело. Я не говорю, что он. А он должен был. Вы на его стороне или как? Они стоят на балансе горсовета. Горсовета. Причем тут горсовета? Дорога на чем балансе? Вот Рыманец находится. Как у вас 18-3, пожалуйста? Лейтенант Форзун, моя фамилия. Форзун? Да. Знаменитая личность. Форзун писать будете заявление? Конечно. Естественно. Подождите, мы еще дойдем до заявления. Мы с вами здесь 3 часа стоять и будем. Я там... Я не... Я тут простоял промерз, подождите. Постойте и тут померзки, пожалуйста. Вы пишите заявление или отказывайтесь. Я вам еще раз говорю. Вы заявление пишите или отказывайтесь? Да буду я писать заявление. Ручка, бланк заявление. Вы сами говорите, чтобы не голосовывайте. Вы хотите, чтобы я еще писал это заявление? Естественно, собственноручно заявление пишите. Вы пишите, а я подписываю, собственноручно. Пояснение так я буду писать. А заявление пишите, собственноручно. Ага, пояснение. Или вы не можете писать. Ну вы же заяву пишите. Ну конечно. Ну... Получается... Подождите, вы такие короли. Смотрите. Я вот только что вам именно только что сказал, короче, о том, что здесь есть аварийная обстановка. Да? Что люди могут нарушить... Какая аварийная обстановка? А, какая аварийная... А это не аварийная обстановка, да? Ну вот смотрите. Ну как? Вот я... Вот реально я прохожу, человек маневрировал и чуть ли не сделал пешехода. Это по-другому чуть-чуть называть. Как говорится. Ага. Это по-другому называется. Это по-другому называется. Вообще огонь. Вимога выпили алкоголь. Да причем тут алкоголем? Ну разить сильно от вас алкоголем. Оденьте маску, пожалуйста, честно. А что еще вам одеть? Вы же знаете, что карантин, да? Карантин? Ну да. Ну и что? Я могу одеть, не проблема. Не проблема. Это ж нормально. Фарзун, я вам говорю, что привлеките. Да, Роман Васильевич, не важно. Вы вот это вот устраните, пожалуйста. Мы устранять это не будем. Почему? А для чего вы приехали? Для чего вы приехали? Мы приехали принять у вас заявление. Только и все? А для чего вы нужны? Для чего вы нужны? Они принимают меры по, скажем так, этому всему беспорядку. Для чего вы нужны? Объясните. Я же вам еще раз говорю. Мы принимаем заявление. И все. Принимаем заявление. Мне интересно пообщаться. Класс. Писать будете, нет? Пишите. Держите. Конечно, я буду писать. Пишите. Пишите. Писать будете заявление? Я буду писать заявление. Пишите. Я вам еще раз говорю. Вот смотрите, я был только что свидетелем. Пишите, пожалуйста. Вы поняли. Изъявите все это, изъясните на бумаге. Эта бумага даст какое-то действие? Конечно. У меня таких действий в бардачке очень много лежит. Я вот открываю и смотрю. В действиях полиции ничего не выявлено. Как дальше? Что в вашем личном бардачке находится? Как дальше поступать? Как дальше? Мы будем как-то это пресекать, это все? Пишите заявление, будем пресекать. Будете писать заявление? Кого пресекать? Ну, как пресекать? Ну, действие пресекать. Ну, так пресекайте действие. Почему вы сейчас не позвоните Малюстину? Это не наша юрисдикция. А, не ваша юрисдикция. Так а зачем вы приехали? Объясните мне. Зачем вызывали? Мы? Почему я вызывал? Потому что я как гражданин, законопослушный. Я позвонил вам. Решил позвонить на 102. Да. Решил позвонить на 102. И сказать о том, что тут происходит аварийная ситуация. Вы считаете тут нарушение? Нет. Нихуя себе. Нет. Аварийная ситуация. Фарзун не считает здесь нарушения. Он, вот, в данной ситуации Фарзун не считает нарушения о том, что получается здесь на полдороге яма. И о том, что получается люди совершают именно маневрирование и тем самым создают аварийную ситуацию для пешеходов и тому подобное. Вы не считаете в этом? А что пешеходы ходят по проезжей части? Кто пиздрает? А вы издеваетесь? Аварийная ситуация состоится. Это вы издевая частность. Ну? Машина проехала. Была только что аварийная ситуация или не было? Вы за данную машину имеете в виду? Конечно. Я вам говорю за то, что я видел. Ну я не знаю, что вы видели. Может вы видели? Ну вы не видели? Нет. А я вам говорю, что я видел. Ну, очень сильно. Я внуковольном опьянении они. Понимаете, что вам виделось, что виделось, мы не знаем. А с чего вы взяли, что я в алкогольном опьянении? У вас сильный запах алкоголя с поражными руками. С чего вы взяли? Ну я слышал, у меня обоняние работает. С чего вы взяли? Я же вам сказал, обоняние у меня. Ну так проведите меня тест на 130 или не знаю как там. Зачем мне 130? Вы что едете на чем? Ну так а как? Ну как вы уверяете? Вы меня сейчас уверяете о том, что я именно в алкогольном опьянении. Вы будете в социализации или не будете? Ну? Вы будете писать заявление? Конечно я буду писать заявление. Пиши. Пиши. Вот бланк, вот ручка. Пиши. Пиши. На что? Мне надо понимать о том, что будет результат в данном заявлении или нет. Да я до сих пор еще вид поведения не увидел еще по поводу там скутериста и там еще. У меня там знаете сколько? С город дела у меня еще до сих пор вид поведения пришло. Ну смысл? Ну поверьте, вот это писанина это вы только потратите сейчас листик бумаги и ручку и тому подобное. С чего взяли? Я хочу писать. Я хочу, чтобы это было действенно. Понимаете? Я хочу, чтобы это было действенно. Для того, чтобы решили эту проблему. И не важно в каком я там состоянии, ни в каком. Я проходил, я увидел проблему. И вы вместо того, чтобы проблему эту решить, вы меня тут в чем-то там проблему там... Вы меня виноватым делаете. Как законопослушного гражданина. Понимаете? Давайте действовать. Ну так давайте действовать. Я вас попросил, оденьте маску. Вы же законопослушный гражданин. Да я могу одеть. Она у меня при мне. Ну а маска что-то защищает? От чего? Вы же законопослушный гражданин. Вы же сами сказали. Вы же сами сказали. Вы законопослушный гражданин. Наденьте маску, пожалуйста. А вы от МОЗа читали вообще реально рекомендации по поводу маски? Это нет. Вот вы вот в данный момент короче, вот вы вот сейчас CO2 себе вот именно ограничиваете. Ваше мнение. А, ну вот. Вот видите. Вот. А вот почитай. В общем вы писать ничего не хотите, да? Нет, я буду писать. Ну пишите. В чем проблема? Я вам предлагаю несколько раз. Пишите, пишите. 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 Я буду расценивать как отказ. Просто вы занимаетесь ваше время. Понимаете? Протокол по 140 вы составляете на данную вот именно аварийную яму, которая находится на проезжей части? Заявление пишите. Порзун. А вас как звать? А вас как звать? Капшук Александр Анатольевич. Как? Капшук Александр Анатольевич. Капшук. Вы составляете протокол по 140 на данную яму? Да. Хорошо. Пишите заявление. Причем тут заявление? Нет, вы не пишите. Я говорю протокол составляете. Я говорю вы пишите или нет. Я вас вызвал для чего? А я не знаю, чтобы пообщаться. Я вас вызвал для того, чтобы вы составили протокол на данную эту. Доставайте рулетку. Замериваем яму, глубину, ширину, высоту и тому подобное. И протокол по 140. И дальше это уже поступает туда, куда надо. Понимаете? А заявление мне на неизвестную особу. А дальше я потом инфозапрос сделаю. На кого там придет мне ответ, не придет и тому подобное. А возможно так составлять протокол на неизвестную особу или невозможно? Да можно, пожалуйста. Ну кому-то приходит же этот данный участок. Вашем случае можно. Смотрите, данный участок дороги. Улица Светогорская. Она же кому-то принадлежит, верно? Ну кто-то за нее ответственный. Правильно. Вот. Поэтому мы сейчас составляем протокол. А дальше суд. Может, вы и будете составлять. А дальше суд. А мы... В смысле я? Вы можете не составлять. А что я? Вы уже говорите, мы... А что я должен составлять? Вы не поняли. Я имею ввиду, я имею ввиду, что... Он не доходит потихоньку. Мне ничего не доходит. Я вам еще раз объясняю. Что? Я вас вызвал для того, что есть проблема на дороге. Хорошо. Вы составляете протокол по 140-й. По 100... Так... Догоняйте, Ляня. Он там вообще... Он там без габаритов и тому подобное поехал. Скутерист. Уже был там... Вы поехали? В смысле? Догоняйте. Вы вменяемые или не вменяемые? Я не понимаю. Ну, адекватнее, чем вы явные. Ну, в смысле? Ну, в смысле. Если я какие-то законы знаю, так это что? Вы вменяемые, а я нет или как? Это хорошо, что вы знаете. Так давайте как-то действовать. Как-то действовать с этой ямой. Решайте. Я не понимаю. Я не понимаю. Ну, так давайте 140-ю составим протокол. И кто-то понесет за это ответственность. Потому что люди именно реально объезжают эту яму. Ну, как так? А? Может быть, как-то будем принимать действия какие-то? Или просто заявы писать? Я не понимаю. Я не понимаю. Вот и я не понимаю, для чего вы нужны нам. Так для чего вы нас вызвали? Я вас вызвал для того, чтобы решить какую-то проблему. Вы пишите заявление, будет решаться проблема. Так какая? Таких заяв у меня в бардаче лежит. Я вам только что объяснял. Лежит тут целая гора. А может быть протокол мы составим, блин? Сделаем замер этой ямы. Яма аварийная. Вы поймите. Аварийная яма, от которой аварийная ситуация происходит. Люди, мол... Я думаю, что это аварийная яма. Ну? Ну? Так если она... Ну, если вы не спорите, что это аварийная яма, ну почему бы не решить эту проблему? Тогда заяву написали. Так поставьте какие-то ограничители, я не знаю, там... Поставьте там патруль. Сообщите о том, что... Патруль о том, что именно вот здесь, в данный момент происходит вот такая ситуация. Что? А не дай бог сейчас человека собьют. Вы что, не понимаете? Так надо же установить, кто же это яму разрыв. Не дай бог сейчас где-то в другом месте собьют, пока мы стоим с вами ни о чем разговаривать. Так вот в том-то и дело, вот тут больше шансов, что тут собьют, чем именно о том, что там. Установим, кто ведь повидальный, там коммунальные какие-то службы. Не, ну Порзун, ну вы вообще... Он чем-то болеет? Да. Конченный. Знаете такой диагноз, доктор? Что? Ну честно сказать. Ну насколько мы с вами знакомы, ну я просто в шоке от вас. Я говорю, так решите эту проблему. Необходимо, чтобы решить проблему, необходимо, как говорится, завести двигатель. Правильно? Ну, заведите этот двигатель. Я говорю, напишите заявление. Нет. После заявления будет установлен. Это стоит повидание. Нет. Я могу только именно дать показания для протокола, для, согласно 140-й статьи. Все. Все будет в межах законодавства. А так что вы? Просто разглагольствуйте, как вы сказали. Просто разглагольствуйте. Ну класс вообще просто. Что раз говорю, смотрите. По поводу именно маски я писал Разумкову лично. Я вас попросил по человеку. Лично писал. Не курите в моем присутствии. Понимаете? Да вы меня не просили. Это только сейчас вы об этом сказали. Не курите. Я говорю, что премьер министру я писал. Обеспечьте мою семью масками. В количестве 30... У нас же ж есть. Вы ж показали. У вас есть. Какая? Тканевая. Черного цвета. Вы мозг читали. Вы мозг читали именно конкретно. Я почему раз говорю. Одинте мой. Вы ДСТУ читали этой маски. Да даже эта маска. Я не знаю, что прочитаете. Вы эту маску, которую одеваете. Форзун. Я говорю, вы вот эту маску, которую вы одеваете, вы ее часто меняете. Да, поменял каждый час. Почему меня государство не обеспечило масками? У нас есть маска. Одинте. Объясните мне. Почему меня не обеспечило государство масками? Я не занимаюсь снабжением масок. Так вы не занимаетесь. А почему государство вас занимает именно конкретно масками? Понимаете? А меня именно граждан, граждан Украины не обеспечила. А без службы я пошел купил себе маски. Вы пошли купили. Так может вам зарплата позволяет это купить? И вы зарплату заработаете. А меня не позволяет зарплата. Заработайте. Идите еще. Заработайте. Заработайте. Класс. Хорошая позиция, Форзун. Очень хорошая позиция. Так если нам не... Добросовестных людей. Добросовестных. Добросовестных. Авторитет страны, да. Экономическое положение. Вот смотрите. Бросили бычок. Это красиво с вашей стороны. Вы говорите, вы общественная организация, да? За что же вы боретесь? За что мы боремся? Это вы общество представляете, да? Я объясню. Я объясню, за что мы боремся. Скажите, это общество представляете? Бросайте бычок вот так на улице, да? Конечно. Я бросил. Это что это за общество у вас? Какие-то... Я вам объясню. Пока вы... Некультурных хамов или что? Что это за общество? Я вам объясню. Объясните, что это за общество? Пока государство нас не обеспечит... Пьяных каких-то людей, я не пойму. Фарзун, вы меня слышите или нет? Алкоголиков или кому? Что это за общество? Объясните. Нихуя себе. Слышите, Фарзун? Я не слышу вас. Я говорю, пока государство нас не обеспечит маской... Вас лично? А я кто? Вы засоряете среду. Вот, смотрите. Бросили бычок. Где? Где? Вот, бычок, снимайте. Вот, бычок, вон, тлее лежит. Ага. А то, что вы там яму вырыли, да? Работаете. А то, что там яму вырыли, это все нормально. А я бычок кинул, да? Конечно. Это повод доклепаться, да? Нет, это по факту я вам говорю. Это по факту. Когда вы маски будете выдавать гражданам Украины? Объясните мне. А потом вы будете наказывать на 17 тысяч. Объясните. Вы это кто? В смысле вы. Общество, которое пьяное, курит, матерится, плюется. Но вы, мы, но это общество. Общество, понимаете? Это ваше общество. Это наше общество. Где-то у вас там кружок какой-то или секта ваша. Форзун, ты ничего не попутал? Нет, ничего не попутал. Ты ничего не попутал? Но это не точно. Ты у нас корону надел. Какую? Я ж не знаю какую. Ну какую? Ну как какую? Какую? Я тебе только что говорю. Человеческие понятия. Какие понятия? А ты сейчас говоришь, что типа вы, блин, люди никто. Какие понятия? А вы стоите. Курите, бросаете. Курите, бросаете. Это красиво. А вот это вот ямы тут роют, да? Это мы роем ямы или кто? Мы люди роем. Я не понимаю, в чем проблема. Книжки надо читать, вы будете понимать. Причем книжки, я тебе только что сказал, по сто сороковой составь. По сто сороковой составь на эту яму. На аварийную ситуацию. И маски выдай. Если у меня нет маски, то выдай мне маску. Какую маску? Почему именно Кальянов говорит, без проблем приедьте в УПП? У вас есть маска. У меня есть маска. Какая? Тканевая? Она считается медицинской? Вот у меня есть маска. Ну есть у меня маска. Вот она есть, тканевая. Веришь? Вот ауди на ней написано. Вот она у меня тканевая. Она считается медицинской? Объясни мне. Почитай законы МОЗ. Именно от МОЗ почитай. Что оно не предотвращает ни от чего. Понимаешь? Вот у вас лишь бы вот казнить просто людей. Просто наказывать. За что? За то, что короче люди без маски или в тканевой или тому подобное. Выдайте людям маски, а потом наказывайте. Вот почему твой коллега более адекватный. Он понимает о чем я говорю. О чем он понимает? А ты, Фарзун, ничего не понимаешь. О чем он понимает? Он понимает о том, что перестань быковать. Сними корону. Сними. Потому что ты общаешься с обычным гражданом Украины. Понимаешь? И не важно в какой я там организации. Я просто гражданин Украины. Понимаешь? Ну и что дальше? Ничего дальше. Я тебе говорю за состав 140-ую блять. На вот эту вот яму. Понимаешь? Потому что ты уже блять. Нет, это не алкоголь. Причем тут алкоголь? Я тебе говорю. Ты уже просто, короче, блять, вытрачиваешь. Больше матов, парень. Больше. Я тебе говорю, я буду больше на тебя гнать. Да, да. Я тебе говорю, блин. Но это же показывают вашу культуру. Воспитанное. Это вот именно твою культуру показывают. Потому что ты относишься к людям как к нектожеству. Понимаешь? Ты вообще, ты не... Я вас таким образом не оскорблял. Да? Вот я у тебя позвонил на 102. Вместо того, чтобы вы решить проблему, вы начали на меня наезжать. На меня наезжать, что я якобы в алкогольном опьянении. Да. Или там еще в чем-то. Да. Потому что я, якобы... Вы будете наличие. Ага, наличие. А как еще? Потому что ты импотентный. Как еще? Что еще можно сказать? Ну, а как? Для чего вы нужны? Для чего мы налоги платим? Всегда себе рассказали. Мы вас поняли. Для чего мы налоги платим? Вы кроме того, что мат и ругаться ничего не умеете. Ну, а как? Фарзун, как? Что, Павел? Ну, сделайте, сделайте что-то для народа. Сделайте. Примите какие-то действия. Я не понимаю, блин. av가요, смейте по моему человеку аать, и все равно для того, как мыfallpssim Aerome артракт будем Expo… Как? иии… Подипло пизда при делах и��いて предполагаетесь от полного看ута от старшего работы… полного ADL casualties В там оно не временем. У sides. Вы полете обер каждого конкурса. Продолжение следует...